Как бы хотелось побывать, думая с пиццом в одеяльном станции над. Девушка читает сказку о волшебном мире, в котором хочет побывать и во мгновение ока переносится в это чудесное окружение. Перед ней появляются акробаты, которые делают невероятные трюки. А после появляется и другой герой произведения, сказочник, который будет проводником девушки в этом чудесном мире. Мы готовили к Новому году эту программу, чтобы она была новогодняя, чтобы деткам понравилось. Потому что в основном на Новый год мы ориентируемся на детей, потому что это елочная программа. А когда мы работаем обычную свою программу, мы ориентируемся на зрителей любого возраста, потому что цирк не имеет возраста. Это не детское шоу, а это шоу для всех возрастов, для людей, которые хотят прийти и просто отдохнуть, повеселиться. Любого, неважно, какой у тебя статус или возраст. А, конечно же, елочная программа, она больше для детей. Сегодня в цирке необычная программа. Номера здесь совмещены с театральным представлением. Каждый трюк – это эпизод новогодней сказки, герои которой должны вернуть украденную крысиным королем деталь и спасти Новый год. Как в детстве, в принципе, интересно. Я первый раз после ремонта здесь, все нравится, хорошо. Артисты, сразу видно профессионалы, все дело. Очень смешно, ребенку нравится. Интересно, я довольна. Актеры тоже хорошие, очень довольны были. Даже удалось поучаствовать в мероприятии в этом. Очень хорошее, мне понравилось. Здорово, разные номера, прикольно. Ну, отличная, красочная. Мне все понравилось. Леопарды и обезьяны, собаки и кошки. На цирковой арене одна группа животных сменяет другую. Сами артисты говорят, что это цирк 21 века. Зрители увидят здесь гуманную дрессуру. Животные не исполняют трюки против своей воли. Артисты рассказали, что, например, леопард маленьким жил у них на квартире. Если он делал какой-то трюк, то его кормили. Чтобы хищник трюк повторил. Еще также у нас в представлении принимают участие захватывающие номера людские, конечно же. Это акробаты на дорожке, вальтиш с русской палкой и воздух. И, конечно, они выполняют все трюки без страховки. И они лауреаты многократных конкурсов. И уникальные номера, которые вставлены в нашу сказку, так сказать, в контекст нашей сказки. Но при этом, конечно же, они совершенно никак не ухудшили свои трюки при этом. Наоборот, улучшили. Сказочник, Баба Яга, Дед Мороз и Снегурочка. Зрители увидят полюбившихся персонажей в новом Амплуа. Например, новогодний волшебник здесь выступает вместе с медведями. Неповторимое и уникальное зрелище, которое сможет увидеть любой рязанец. Это эксклюзивная программа, которая будет идти в цирке до 12 января. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.